Новый проект Гараж, это интересные и познавательные видео, малоизвестные факты, мифы, разоблачения, топы технологии будущего. Канал только открылся и ждет своих зрителей. Подписывайтесь. Мы все любим боевики, но нельзя не признать, что большинство из них имеют стандартное сюжетное построение. Знаете, все эти очевидные штампы, которые мы встречаем в большинстве таких фильмов. Но Телблокнет предлагает вашему вниманию несколько комедий, не являющихся прямой пародией на боевики, как голый пистолет, например. Но тем не менее, изящно обыгрывающих популярное клише жанра. Поцелуй на вылет. Если вы не знали, Шейн Блэк практически изобрел современный боевик, написав сценарий для «Смертельного оружия» и еще ряда подобных фильмов. В 2005 году он же создал пронзительную комедию с участием Роберта Дауни-младшего и Вэлла Килмера. Это история о том, как мелкий жулик вместе с полицейским расследуют дело об убийстве. Кино насыщено увлекательными сюжетными поворотами, скорострельными диалогами и не менее скоростным оружием. По ходу повествования Дауни-младший раскрывает все тонкости характера второстепенного героя, который к концу фильма... Впрочем, не будем раскрывать все секреты. Лучше посмотрите сами. Большой переполох в маленьком Китае Вы получите не то, что ожидаете, заявил Джон Карпентер и Курт Рассел в комментариях к фильму. Сюрприз в том, что герой Рассела Джек только думает, что он главный персонаж. Но на деле же протагонистом является его приятель Ван, настоящий герой, ведущий поиски своей возлюбленной. Ван владеет кунг-фу, а Джек обыкновенный халтурщик. Несомненно, он убьет плохого парня в конце, но может быть, ему просто повезло. Однако именно Джек выглядит как парень из боевика, весь покрыт шрамами и все такое. Человек, который слишком мало знал Весьма недооцененная комедия 1997 года. Героя Билла Мюррея, американца, живущего в Лондоне, брат вовлекает в ролевую игру, где тот разыгрывает шпиона. В результате телефонной путаницы незадачливого игрока принимают за настоящего наемного убийцу и вовлекает в свои планы тайная организация бывших агентов КГБ, цель которых устроить взрыв на важном мероприятии и таким же образом перезапустить холодную войну. Все это время главный герой продолжает думать, что эта игра, собственно, это нехитрая идея и положена в комедийную основу фильма, но благодаря блестящей игре Мюррея она работает. Мы наблюдаем за тем, как герой бесстрашно бросается на полицейских и ведет себя как супершпион, уверенный в том, что ему ничего не повредит. Забавно то, что и окружающие считают его агентом КГБ. В общем, наша жизнь во многом подчиняется нашему представлению о ней, что и доказывает эта картина. Типа крутые легавые. Герой Саймона Пега, суперкоп, настолько одержимый своей работой, что его начальник уже сытым по горло. Он отправляет героя в небольшой тихий городок, где тот со свойственным ему энтузиазмом начинает повсюду искать и разоблачать заговоры. Комедийная составляющая фильма заключается в потрясающей трактовке героям различных преступных событий, его самоотверженностей и безумных открытиях. Потрясающая актерская игра Саймона Пега и Ника Фроста во всей красе. Хорошие парни. Главную роль в картине сыграл Колин Хэнкс. Он полицейский, которого все терпеть не могут, вынужденные раскрывать всякие мелкие преступления, вместе с напарником Дэном Старком, который выглядит и действует так, будто застрял в 1980-х. Дэн простужается, потому что не верит в прививки от гриппа и не видит проблемы в стрельбе по подозреваемому или в том, чтобы переспать со свидетелем. В конце концов, эти двое столкнулись с действительно опасными преступниками и сумели расправиться с ними, но так и не добились уважения. Один из лучших моментов. Хэнкс врывается в комнату и стреляет из двух пистолетов сразу, но ни одна пуля не попадает в цель. Отличная шутка над жанром. Пристрели их. Здесь мы имеем дело со столь тонкой сатирой, что ее не просто распознать, тем не менее, она есть. Персонаж Клайва Оуэна, тихоня, занимающийся поиском сумасшедшего наемного убийцы, который похитил новорожденного ребенка. Сюжет развивается совершенно безумно, начиная с перестрелки на карусели и заканчивая моментом, где Оуэн побеждает плохих парней, одновременно занимаясь сексом с Моникой Белучи или прыгая с парашютом под непрерывным огнем. И не забудьте о фантастических остротах, которые Оуэн выдает со своей фирменной невозмутимостью. Последний киногерой. Этот фильм 1993 года, знатная бомба и прекрасная пародия на боевик. Начнем с того, что в нем сыграл один из основоположников жанра, Арнольд Шварценеггер, исполняющий роль самого себя в паре с мальчиком Остином О'Брайеном. Мальчик знакомится со своим кумиром Джеком Слейтером, звездой Суперкопом, и постепенно оказывается втянут в историю о полицейском, у которого слишком идеальное задание, а патроны в оружии никогда не кончаются. Сюжет закручивается с того момента, когда наши герои переносятся из сладкого мира кино в настоящую жизнь, где плохие парни могут побеждать, а Джек Слейтер чувствовать боль. «Копы в глубоком запасе» Эта комедия 2010 года восхитительна благодаря своему актерскому составу. Она начинается со знакомства с героями Сэмюэля Эл Джексона и Дуэна Джонсона, типичными суперкопами, невозмутимо наносящими городу ущерб в миллионы долларов в процессе преследования мошенников за кражу всего нескольких тысяч. Затем они просто прыгают с 20-этажного здания на тротуар, уверенные в том, что выживут. Далее по сюжету Марку Олберг и Уилл Феррелл занимают их место. Герой Олберга пытается быть крутым копом, но получается из рук он плохо, а персонаж Феррелла категорически не понимает, как безумно ему повезло с женой Евой Мендес. Сюжет фильма пародирует все типичные клише боевиков.